А мы, независимые православные блогеры, продолжаем говорить про распад русской православной церкви, который уже идет не первый год, и от этого не только конец света не произошел, но и похоже, что на это всем пофиг. А мне пофиг. Украина совсем недавно была в РПЦ, а теперь там несколько конкурирующих поместных церквей. Теперь вслед за Украиной от РПЦ отпадает Латвия. Если под ремней традицией представить церковь как корабль, то это будет выглядеть примерно вот так, как в фильме «Звездные войны». И патриарх Кирилл после того, как от РПЦ отпадает очередной кусок, так оптимистично говорит, не беда, половина крейсера еще осталась. Не беда, половина крейсера еще осталась. В этом видео мы будем исследовать тему про то, как от РПЦ отпадает латвийский ее кусок. Тему начал наш любимый священник-блогер Георгий Максимов, который делает интересный и грамотный контент на тему церковной жизни. Недавно парламент Латвии принял, мягко говоря, весьма странное решение о провозглашении автокефалии или отделении Латвийской православной церкви от РПЦ. Ну, лично для нас это событие совсем не странное. Так как мы следим за политической ситуацией в мире, и сейчас идет то, что товарищ Ленин называл фразой «передел мира» в своей статье «Империализм как высшая стадия капитализма». Поэтому привычные общественно-политические союзы рушатся, но зато возникают новые. Передел длится долго, но было вполне конкретное событие, ускорившее отделение от Русской православной церкви и ее частей, находящихся за пределами государства Российская Федерация. Патриарх Кирилл Гундяев поддержал специальную военную операцию России на Украине. То есть, патриарх тупо поддержал своего президента, и теперь вся заграница, которая на стороне Украины, стала против всего, что подчиняется патриарху московскому. Поэтому вопрос, зачем патриарх это говорил, кто его за язык тянул? А в политике нельзя действовать тупо. Для этого надо окружать себя умными помощниками, а не жить по принципу «нам умные не нужны, нам нужны верные». Неужели никто из патриаршего окружения не смог объяснить Святейшему, что приходы РПЦ находятся не только в России, но и в других государствах. И эти другие государства на стороне Украины. Поэтому и надо быть осторожнее в своих патриотических высказываниях. Обратите внимание, что инициатива происходит от парламента Латвии, а не от епископов. Но латвийские епископы, может быть, и не имели ничего против патриарха Кирилла. К ним все-таки российские паломники едут, денежки завозят. Но государственная власть требует перестать подчиняться враждебному государству, которым в Латвии считают Россию. Продолжение антироссийских санкций. Статья про Трири Владислава Цыпина с его оценками и комментариями, в том числе и каноническими к этому. Владислав Цыпин – это автор учебника «Церковное право». Я по этому учебнику училась на богословских курсах. Я тоже по этому учебнику учился. Всем, кто хочет понять, как определяется законность или незаконность внутрь церковных деяний, рекомендую. У Цыпина есть много статей и видео-лекций в интернете по церковному праву. Тоже всем рекомендую. А мы напомним принципиальное отличие церковной правовой системы от светской. Например, в светском праве каждый закон имеет срок действия и область действия. Например, до часа икс купить товар в магазине и перепродать его на рынке по более высокой цене считалось уголовным преступлением по имени спекуляция. А после часа икс – это разрешенное действие, коммерция. А в церковном праве все указания считаются действующими вечно. В том числе про рабов, рабовладельцев, женщин-диаконис и даже про то, что монах да не будет ни священником, ни епископом. А у нас все епископы из монашествующих. Зато епископ уже выбирает, какое правило актуально к текущей ситуации по собственному усмотрению. Подобная практика характерна для древнего мира, когда сословное общество, а правитель – это как бы представитель божества на земле. И кто такому человеку может что-то приказать? Ну, по крайней мере, не какая-то книжка старая. Поэтому все древние законы – это что-то вроде советов от древних мудрецов, воспользоваться которыми для правителя – это не обязанность, а что-то вроде красивого этикета. У властей светских нету полномочий вторгаться в религиозную сферу. Церковные иерархи могут ссылаться на что угодно, но это пустые слова, если у них нет возможности заставить светскую власть с ними считаться. Касается не только церковных иерархов, но и любой политической силы. В Средневековье, помимо религии, церковь – это крупнейший феодал, монополист в сфере идеологии, науки, образования и много-много еще чего. И поэтому может заставить светскую власть действовать так, как захочет церковь. А сейчас, совсем недавно, в русскую православную церковь пришел Роспотребнадзор и вмешался в самое сакральное – в богослужебную практику. Ввел какие-то ритуальные маски, ритуальное омовение священных сосудов, закрывал храмы на карантин перед Пасхой, и церковь даже не пыталась этому сопротивляться. И какая государственная структура после этого будет считаться с мнением церкви? А самое главное – граждане не будут считаться с мнением церкви, а будут обращаться в светские органы власти с пожеланием надавить на церковь. Например, придет парочка нетрадиционной ориентации, которые хотят повенчаться, церковь их не повенчает, а они обратятся в светский суд, который обяжет церковь их повенчать. В Латвии церковь отделена от государства. Церковь отделена от государства, но она находится на территории государства и должна подчиняться государственной власти. Или показать свою политическую силу, дающую ей право не подчиняться государству. В данной ситуации светская власть в лице парламента потребовала прекратить сотрудничество с враждебным государством, а церковь в ответ на это могла бы в каждом своем храме разместить российскую военную базу для собственной защиты. Вот только солдат надо где-то поселить, чем-то кормить и платить им жалования. Средневековый монастырь мог себе такое позволить, а современный приход, увы, нет. Выглядит как предпосылка для гонений по религиозному признаку. Если это и гонение, то не по религиозному, а по политическому признаку. Это же не замена православного христианства на католицизм или даже ислам. Беззаконно и с точки зрения церковных канонов и понятий. Вполне возможно, что такое решение незаконно с точки зрения церковных канонов. Ведь это решение принял орган государственной власти. Следовательно, епископы, отделяющегося куска церкви, если хотят, чтобы их признали епископы других поместных православных церквей, должны подобрать в свое оправдание подходящие церковные каноны, как это сделали украинские епископы, когда отделялись от русской православной церкви. Потому что вопросы предоставления автокефалий, они решаются не в парламенте, а в общении церкви местной с церковью Кириархальной и другими поместными церквами. То есть, светская власть поставила задачу своим епископам отделяться, а епископы должны это отделение оформить по церковным канонам. А это впереди. Совсем недавно успешно решился вопрос автокефалии украинской церкви, и этот процесс длился несколько лет. Скорее всего, и с латвийской церковью будет та же самая ситуация. Но только быстрее, потому что уже есть похожий опыт и политический стимул скорее получить независимость от России. Даже нет достаточного количества, минимального достаточного количества для автономного автокефального существования епископов. Их должно быть не менее четырех, чтобы они могли в соответствии с канонами поддерживать существование независимой иерархии. Ну, так они же могут объединиться с кем-нибудь или втроем рукоположить четвертого епископа после того, как станут самостоятельными. Итак, все то, что я сейчас рассказал, должно было бы заявить руководство латвийской православной церкви в ответ на данное беззаконное решение. А патриарх Кирилл Гундяев точно не должен был что-то заявить, когда к нему обратился даже не президент и не парламент, а какой-то Роспотребнадзор с требованием изменить бакслужебную жизнь, как считает правильно этот Роспотребнадзор. Выведение Латвийской православной церкви из состава Русской православной церкви и провозглашение ее автокефальной церкви ставит ее вне признания всего православного церковного мира. И возникают интересные перспективы. Будут возникать новые маленькие, но гордые независимые православные поместные церкви, которые будут признавать всех таких же отделяющихся церквей, пока в РПЦ не останется один храм вооруженных сил с патриархом Кириллом по главе. И самое забавное, что обыватели, которым надо покрестить ребенка и поставить свечку, ничего не заметят. Храм тот же обряды, те же, а на разборке церковного начальства мирянам глубоко пофиг. А мне пофиг. Так же, как и церковному начальству глубоко пофиг. А мне пофиг. На политические и на экономические интересы своих мирян. Точнее, большинства мирян. Поэтому то, что далее пишут, изменение статуса не меняет православную веру, догматы, литератургическую жизнь церкви, календарный стиль, сакральный богослужебный язык, обряды, традиции и внутреннюю церковь. Как же не является правдой, если на самом деле не изменятся догматы, обряды и все перечисленное? Потому что претензия на самочинную автокефалию и отрыв от матери церкви, безусловно, меняет внутреннюю церковную жизнь. Потому что это перестает быть церковной жизнью части канонической церкви и становится жизнью не канонического образования, а раскольнического. Ну да, для РПЦ они будут раскольники, но РПЦ не единственная христианская православная конфессия. Вдруг их признает Киевский патриархат, а заодно и Константинопольский патриархат. Не сразу, а со временем. Самочинное провозглашение автокефалии – это техчайший грех раскола. А как оценить тяжесть греха? Это же компетенция Бога. Самое забавное, что если исследовать канонические церковные правила в историческом контексте, как того требует научный подход, то можно определить, к чему приводит действие, определяемое церковью, как грех. В Средневековье, когда церковь – крупнейший феодал, церковный раскол приводил к гражданской войне и к распаду государства. Что однозначно плохо. В России такое было во времена старообрядческого раскола. А актуально ли сейчас считать церковный раскол грехом, когда церковь отделена от государства? Это вопрос, на который ответа мы не нашли однозначного. К гражданской войне и гибели людей это уже не приводит. Зато способствует уставной цели любой поместной церкви – обеспечение людям свободы совести. Если человек верит в Иисус Хайста, но не согласен с политикой Патриарха и возглавляемой им поместной церковью, то он может выбрать себе другую поместную церковь, если, конечно, такова и есть. Но сейчас монополия русской православной церкви не дает. Таковой возникнуть. Вот-вот, будем наблюдать. Потому что многие пытались отделяться, но не у многих получилось. Но у кого-то получилось. Например, РПЦ сама в свое время отделилась от Константинополя. Что с 18 сентября в главном кафедральном соборе города Риги совершенно прекратили поминовение Патриарха, из-за чего часть верующих отказались причащаться, и люди были вынуждены покинуть храм. А другие причастились и им пофиг. А мне пофиг. Если я верую, что в православном храме, в евхаристической чаше истинное тело и истинная кровь Христова, то почему мне нельзя причаститься за этой чаши? Вероятно, потому что так сказал священник, а ему так сказал епископ. Но проблема в том, что они слишком часто врут. Совсем недавно врали про то, что через евхаристию нельзя заразиться инфекцией. Оказалось, можно заразиться. Совсем недавно врали, что надо каждую неделю, в субботу и воскресенье, бывать на богослужении, а также по будням, в большие праздники. А оказалось, что можно, как Мария Египетская, дважды в жизни. На Пасху до сих пор врут, что благодатный огонь самовозгорается. А представитель другой поместной церкви рассказывает, от какой лампады этот огонь зажигается, и что это никакое не чудо, а освящение стихии огня, как на Троицу освящение стихии воздуха, а на Крещение освящение стихии воды. Может быть, и про то, что грех Роскова такой тяжелый, тоже врут, чтобы сохранить богатство и власть? И получается проблемная ситуация. Два соседних храма стоят в разных поместных церквях и обвиняют друг друга в безблагодатности церковных таинств. И кому верить? У нас в Москве такой еще нет, но в Украине это реальность. Может быть, каноны, осуждающие церковный Росков, морально устарели, как и каноны про рабов и рабовладельцев, и их пора задвинуть пыльным пуфиком, а? А? Заметьте, мы это не утверждаем. Мы просто спрашиваем. Компетентные люди, ответьте нам. Нам очень интересно. Пишите в комментарии ваши ответы. Я считаю, что следует объединяться вокруг тех священников, которые продолжат вспоминание Патриарха, а если таких не останется, то молиться на дому. По поводу молитвы. На дому это хорошая и перспективная идея, хорошо показавшая себя во время, когда храмы были закрыты на карантин. И чем больше гадюченько в храмах, тем больше будет развиваться молитва на дому. Например, идет трансляция благослужения через соцсети. Все, что есть в храме, то есть звук и изображение, передается без проблем, в хорошем качестве. Записки можно пожертвовать тонатом. Общение в чате. Исповедь в личных сообщениях. Нет грязных религиозных обрядов, когда все своими инфицированными грязными ртами трогают одну и ту же религиозную атрибутику. Каждый молится, как ему удобно, в какой удобно позе. Кто-то на коленях, кто-то лежа на диване, кто-то сидя на пуфике. И где ему удобно? У себя на кухне или где-нибудь в парке под березой. Религия – это личное дело каждого. И никто никого не осуждает, когда все молятся дома. Ни за одежду, ни за длину юбки, ни за цвет волос. Как-то так. А Евхаристия может быть реализована как магазинчик, где продают святые дары всех зарегистрированных христианских конфессий? Или ее вообще не надо так много. Достаточно, как у Марии Египетской, после крещения и перед смертью. Или в любом храме, любой конфессии можно причаститься. Существующая сейчас в РПЦ практика Евхаристии создавалась с целью учета населения, когда церковь выполняла функцию государственного административного органа. И сейчас не факт, что это актуально. И каждый священник, самое обидное, что сам толкует, как часто надо причащаться, кого причащать, кого не причащать. Какой-то непорядок. Принимаем в комментариях мнение по поводу реалистичности и каноничности такой перспективы. Заметьте, мы ни к чему не призываем. Мы, как православные христиане, верим в Иисуса Христа в соответствии с православным догматическим богословием, интересуемся жизнью общества, в котором мы живем и пользуемся религиозными услугами храмов, которые нам доступны и принадлежим к РПЦ именно по причине доступности. Но раз уж мы к РПЦ принадлежим, то патриарха Кирилла мы любим и уважаем, почитаем как своего первоберхонного епископа, но по гражданским и политическим убеждениям с ним иногда не соглашаемся. Иногда его аргументированно критикуем. И объективно критикуем. По мере сил, да, стараемся объективно критиковать. На что имеем полное моральное и гражданское право, как граждане Российской Федерации. Да, совершенно верно. А на этом все. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу нашего исследования на тему распада РПЦ.